владислав более двух лет назад перекресток начал серьезно меняться какие результаты вот этих изменений сколько магазинов сейчас уже реновацию пережили сколько еще осталось и какие задачи именно реновация в итоге решила да где-то в середине 19 года мы запустили наш новый концепт изменен с измененным себе перекрестка где сделали больший акцент на готовую еду расширили зоны фров фреш и сделали два клиентских пути один для быстрых покупок таких где нацеленность в основном на готовую еду и фреш а если и второй длинный путь это когда человек пришел уже за большой покупкой и закрывать все свои потребности сегодня уже более 18 процентов магазинов открыты в новом концепте это примерно 170 магазинов соответственно еще 800 нам осталось переделать буквально совсем недавно мы доработали данный концепт данной cvp для небольших наших магазинов на которые площадью это 600 800 метров мы его назвали garden и он тоже сейчас вот тестируется пилотируется и мы видим очень позитивные отклики от покупателей мы же открываем магазины в первую очередь для них соответственно и вообще по новому концепту мы видим очень хорошие отзывы мы видим что люди правильно реагируют наш концепт вызывает эмоциональные эмоции людям нравится и мы видим что например like fly карта магазин в новой концепции на 8 с лишним пунктов выше чем в среднем по сети и mps что наверное самое важное на примерно на 10 пунктов растет если говорить все таки еще раз про восприятие этих магазинов покупателями они как они откликаются как они но реагируют на вот эти изменения они отдают позитивную обратную связь про такие наши новые магазины начинают больше покупать соответственно чаще ходить мы видим что как я сказал уже растет мпс в новых реконструированных магазинах поэтому на самом деле тот себе пи который мы сделали он как раз нацелен на больший сервис на большую свежесть и он помогает нам дифференцироваться от магазинов у дома и мы сейчас находимся на конференции партнеров x5 группы и конечно нельзя не задать вопроса как у как вы сейчас коммуницируете с вашими поставщиками какая стратегия для вас там сейчас ключевая и что сейчас является приоритетом вашей сети вот именно в работе с поставщиками ну как показывает опрос advantage мы коммуницируем лучше всех мы второй год занимаем первое место и на самом деле мы благодарны нашим партнерам что они так высоко оценивают взаимодействие с нами мы видим подробно разбирая самой сам отчет мы видим те направления которым нам еще точно можно улучшаться чтобы становиться эффективней чтобы наше взаимодействие с нашими партнерами поставщиками были еще лучше и взаимовыгоднее наверное одно из таких направлений это вот новинок там еще есть окна у нас что ускорить и к чему стремиться это обсуждение скажем так планов и поставок там тоже мы можем еще улучшаться это доступность на полке здесь вот как я говорил на к самой конференции это проблема такая двухсторонняя да то есть есть проблема на нашей стороне когда у нас не всегда персонал успевает какой-то товар поставить на полку или мы не успеваем по каким-то причинам привести сердце но также огромная проблема это не до поставки на сами рц и я вот говорил на конференции что мы посчитали что в прошлом году мы не получили заказанного товара на 35 миллиардов рублей это примерно 10 процентов нашего сегодняшнего товара годового товарооборота поэтому здесь есть над чем еще работать и нам и нашим коллегам ну и финальный вопрос в силу того что мы сейчас в октябре уже находимся до буквально там последние дни и последний день сегодня сентября какие планы у вашей сети у сети перекресток в 22 на что на что максимально фокусируетесь во что вы будете вкладываться ресурс ну ну мы будем продолжать наше развитие то есть мы будем открывать продолжать открывать магазины я рассчитываю что мы откроем тысячный перекресток также мы в работе с партнерами как я сказал будем сохранять фокус на вводе новинок на выполнение наших совместных планов отдельно будем смотреть на эффективность ассортимента потому что сейчас наверное все сети пытаются каким-то образом за счет ассортимента дифференцироваться и в нашем сегменте это наверно наиболее важно потому что как раз тот выбор который мы даем и привлекает покупатель в первую очередь на магазины но и как я сказал это доступность потому что здесь она действительно такая партнерская работа должна быть совместное выявление в той в этой цепочке поставок тех пробелов которые у нас что-то сейчас может быть не получается и это должно нам дать определенную эффективность которая в следующем моменте будет отражаться уже на эффективности самих магазинов потому что на на одна из наших целей это наращивать плотность продаж и соответственно в действующей сети ну и там улучшать лайк-фо-лайк который в принципе у нас конечно и так позитивно уже шесть лет но как говорится нет предела совершенства вот и наверное еще пару моментов это мы будем больше работать над локальным ассортиментом над локализацией в регионах потому что мы видим что люди очень чувствительны наверное очень любит то что производится у них рядом да то есть местные вот и отдельный койл фокус у нас будет на стм мы будем очень сильно работать с качеством стм да то есть у нас нету цели вот просто нарастить долю в процентах у нас есть цель чтобы сделать такой стм за которым бы люди возвращались если позволить все-таки уточняющий момент вы обозначили что там около тысячи перекресток будут в следующем году а будут ли новые регионы в которых появится ваши магазины мы смотрим сейчас на возможность выхода в новые регионы вот в этом году мы вышли в мурманск и мурманскую область десятью перекрестками и мы очень довольны этим да потому что мы видим как хорошие результаты и мы видим что наши магазины востребованные нравятся мурманчанам пока наверное как называть какие-то новые имена рано но я уверен что мы у нас есть в фокусе несколько регионов где пока еще перекрестков нет но мы чувствуем что он там очень нужен спасибо большое за ваши ответы и успехов в развитии вашей команде спасибо большое Субтитры сделал DimaTorzok